Здорово, бандиты и бандитки! В этом видео я подготовил специальный видео-гайд, в основном для девушек, но некоторым мужчинам тоже будет полезно его посмотреть, в котором я расскажу топ-5 признаков того, что твой парень является куколдом. Поэтому присаживайтесь поудобнее, заваривайте протеиновые коктейльчики. Мы с вами начинаем! И первый и самый очевидный признак того, что твой парень является куколдом, заключается в том, что ты, подруга, дружишь с другими мужчинами, при этом находясь в отношениях. И да, сейчас полетит в меня тонну говна, сейчас будут писать, что ты абьюзер, в каком веке ты живешь, ребята! Я это все проходил уже в ТикТоке неоднократно, поэтому спасибо и идите нахуй, как говорится. Я вам сейчас рассказываю правду, живите по правде! Как говорится, вот. Нет, по-честному, я сейчас не рофлю. Вы, может, думаете, что я чисто по приколу решил этот гайд записать, но нет, ребята, нет. Вообще никаких приколов. Тут все как есть. Если у девушки есть парень, они встречаются в формате эксклюзивных отношений, так скажем, да, в формате ЛТР, и при этом девушка позволяет себе общение с другими мужчинами, с другими парнями, то это говорит о том, что, ну, парень куколд. А как иначе это назвать? Как иначе? В эксклюзивных отношениях не может быть третьих лиц, вообще никаких. Какие там типа... Не, ну, могут быть там у этой девочки адекватные подруги, у парня адекватные друзья, но чтобы девушка общалась с парнями... Девушка общается с парнями только в том случае... Потому что она получает у них от них эмоциональный ресурс. Я уже снимал ролик на канале про это, про о том, бывает ли дружба между мужчиной и женщиной или нет. Нет, нахуй, не бывает, девчонки. Поэтому, если вы общаетесь с другими мужчинами, находясь в отношениях, то ваш парень куколд. Вы сами на бессознательном уровне понимаете, что вы в отношениях со слабым мужчиной, с низкоранговым самцом, который позволяет своей женщине, своей женщине общаться с другими мужчинами. Вы это понимаете, девчонки? И, ну, поставьте плюсик в чат, напишите, девчонки. Ну, можете анонимно кто-нибудь написать какую-нибудь историю, да? Как ваша дружба с другими мужчинами приводила по итогу ваши отношения к тому, что в этих отношениях вы парню изменяли. А я знаю, что приводила. Потому что у меня много было подруг, для которых я был просто другом. Они своим парням про меня говорили, не волнуйся, это просто друг. А потом она вечером приезжала ко мне, и мы уже с ней там всякими прикольными штуками занимались. Ну, по-дружески, конечно, да? Друзья с привилегиями и все дела. Поэтому, девчонки, бог вам судя, как говорится. Но, если ты дружишь, ты подруга, я сейчас к тебе обращаюсь, если ты дружишь с другими парнями, находясь в отношениях, то это не ты плохая, это твой парень куколд. С этим уяснили. Идем дальше. Второй признак того, что твой парень является его куколдом, заключается в том, что он разрешает тебе выкладывать всякие откровенные фотографии в свои социальные соцсети. Тот же запрещенный на территории РФ Инстаграм. И в категорию откровенных фотографий попадают даже такие фотографии, где, ну, ты там со своей попочкой в купальнике на пляже. Это вам кажется, что, типа, нет, я сфоткалась. А зачем вы фоткаетесь? Вы фоткаетесь ради того, чтобы получить внимание, девчонки, чтобы какой-нибудь мужчина зашел на вашу страничку и такой, типа, блин, вот это жопа, я бы ее долбанул и поставил вам лайк. Вы же ради этого выкладываете такие фоточки, девчонки. Вот. А если ваш мужчина позволяет вам выкладывать такие фотографии и, возможно, даже поощряет, то, ну, он куколд. А как по-другому? И тут у вас возникает резонный вопрос. То есть, если вы... Я к девочкам обращаюсь, да, к девчонкам. Если вы встречаетесь с парнем, ну, начали встречаться с парнем, и у вас уже были такие фотографии, то есть откровенные в Инстаграме, то по моей логике, вы вот у меня спрашиваете, задаете мне вопрос, Вань, по твоей логике, мне что, надо эти фотографии удалить? Да, нужно эти фотографии удалить. И адекватный парень вам об этом намекнет в не какой-то там объязивной форме, не какой-то там форме тирании, а просто скажешь, слушай, то есть, ну, мне неприятно, то, что у тебя в Инстаграме есть такие фотографии, ну, давай-ка ты... Эти фотографии будут сугубо лично для меня. Все, я не хочу, чтобы другие мужчины на тебя смотрели, и он будет прав. И это нормально. В этом нету никакой тирании, нету никакого абьюзерства. Это говорит о том, что у вас нормальный, здоровый мужчина, да? А если же ваш мужчина, наоборот, ну, позволяет этому пиздецу быть в вашем Инстаграме, или же сам это провоцирует. Если он сам вообще, да, там провоцирует, некоторые там прям сами там выкладывают там фотки, там даже в своих Инстаграмах, посмотрите, какая у меня малышка классная, с жопой вообще накачанная, все, смотрите. Ну, это куколдизм в чистом виде, куколдизм в чистой воды, что типа хвастаться перед другими мужчинами, там своей там женой, девочкой, девчонкой, там подругой, кем угодно, короче. Это нездоровая хуйня. То есть, смотрите, девчонки, если вы в отношениях с мужчиной, который позволяет вот вам этой хуйней заниматься, или поощряет это, то он стопудово куколд. Вот тут, я говорю, к гадалке не ходи, куколд, все, ставим, короче, приговор выносим, все, с этим разобрались. Следующий пункт заключается в том, если ты переписываешься в социальных сетях, еще где-то там, мессенджерах каких-то, с другими парнями, не по рабочим моментам, то это, в свою очередь, тоже делает твоего парня куколдом. Все, общение с другими мужчинами, это табу, когда вы в эксклюзивных отношениях, девчонки. Ну, эту всю хуйню вы можете оставить вот для тех же самых куколдов, что типа нет, ты не понимаешь, он, бля, такой интересный, вся херня, понимаешь? Нормальный мужчина никогда не будет это позволять своей девушке, то есть, ну, она может один раз спалиться на этом, и больше она не будет девушкой нормального мужчины. Нормальный мужчина, он скажет, типа, ну, подруга, давай, до свидания, типа, ну, потому что общаются в социальных сетях, мессенджерах с другим, с противоположным полом только в одном случае, в случае, опять же, получения какого-то эмоционального ресурса, еще чего-то, или просто там, типа, поебаться, еще зачем-то, вот. Поэтому, да, тут, если вы общаетесь с другими парнями, другими мужчинами в социальных сетях, не по рабочим моментам, ну, это куколдизм, в чистом виде, если ваш мужчина знает про это, и вам позволяет это делать, он куколд. Все, с этим разобрались, идем дальше. Четвертый пункт, это классика, это не старейшая классика, общение с бывшим, просто, если ваша девушка пишет бывшему, да похрен, с какой дискретностью она пишет, она может раз в год ему написать, может там просто не означает узнать, как у него дела, но, это уже говорит о том, что она эмоционально на своем бывшем все еще до сих пор сидит, вот, и хуй его знает, к чему это общение, ну, не хуй его, ну, хуй-то знает, к чему это общение с бывшим приведет, хуй бывшим знает, да, вот, ребята, общение с бывшим, если вы позволяете, девчонки, если ваш мужчина позволяет вам общаться с вашим бывшим, типа, блин, да не, у нас там с ним какие-то общие дела, какие-то бизнесы, да я просто, короче, там типа, ну, мы же не чужие люди с ним, просто там узнать, что да как, типа, ну, камон, ты что, ты что, ревнуешь меня, ты что ревнивый, если парень ваш позволяет вот этому пиздецу происходить, то, ну, он стопудово куколд, опять же, вопрос к вам, девчонки, может вам нравится находиться в отношениях с куколдами, я хуй его знаю, ну, ну, вообще это модная тема, может быть, может быть, может вы специально таких мужчин выбираете, хер его знает, ну, вот, ладно, пятый пункт, и он мой тоже один из любимых, это если ваш фитнес-тренер является мужчиной, это просто апогей куколдизма, то есть, если ваш мужчина позволяет, отпускает вас на тренировки, да еще к фитнес-тренеру, к мужчине, да, ну, это вообще, это, я не против того, чтобы вы там ходили, там попу качали, еще что-то, нет, если вы там одеваетесь нормально, у вас там попа прикрыта, еще что-то, вы там все на показ не выставляете, окей, без проблем, но, если вы напялили там шортики, из которых у вас там половые губы вываливаются, короче, и вы в таком наряде пошли к своему фитнес-тренеру и с ним тренируетесь, девчонки, я так-то тоже, короче, парень накачанный, признаюсь честно, могу вас потренировать, вдруг вашему парню такое понравится, поэтому записывайтесь ко мне на тренировку, я вас как следует оттренирую, вот, видос запишем вашему парню, ну, блин, а что вы хотели, девчонки, ну, то есть, типа, если ваш парень позволяет такому пиздецу случаться в его жизни, то, ну, это кукол, все, это кукол, приговор вынесен, ваш парень кукол. Короче, подводя итоги этого видео, резюмирую, если из этих пяти признаков хотя бы один присутствует в ваших отношениях, девчонки, то ваш парень по-любому кукол, задумайтесь об этом, или же, или же, если вы специально этого и добивались, то вы можете предложить вашему парню гэнгбэнг, чтобы он снял, короче, ваш гэнгбэнг, чтобы он, короче, в этом гэнгбэнге не участвовал, а просто снимал, короче, из большой доли вероятности ваш парень согласится, потому что он кукол, потому что он попал под один из этих пяти признаков. Вот, девчонки, такой у нас с вами гайд от Вани Ройалти, обращайтесь, можете не только за гайдом обращаться ко мне, можем, короче, что-нибудь интересное придумать, чтобы порадовать ваших парней куколдов, короче, вот, ладно, бандиты, давайте, короче, с вами был Ваня Ройалти, я надеюсь, вам понравился этот ролик, и вы что-то полезное для себя подчеркнули, мы с вами не прощаемся, регулярно видимся на моем ютуб канале, не забудьте подписаться на все ссылки, особенно на мой телеграм-канал, и на мой ютуб канал, в том числе, подписаться, вот, колокольчики и все прочее, удачи, и до встречи, космические куколдов, ковбои.